Боке, 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 бобл боке. Боке. Это ТТ-Артизан 100 мм F2.8 Бабл Боке. Объектив, который делает вашу бокешку няшной. Меня зовут Максим Густарёв, и сегодня мы тыкаем китайский ребилд легендарного для макрофотографов объектива Мэр Триаплан, способного создать магию. Магию, которая превращает бокеху в пузырики. Каждый блик, каждый огонек в расфокусе превращается в идеальный круг с ярким контуром, как на макросъемке, так и в портрете. Специфическое боке в этом объективе обязано исключительно его ретро-дизайну, состоящего всего из трех элементов. Объектив поставляется в симпатичной коробке, с хреном дерешь наклейками. Руководство мы сразу утилизируем и шуршим пакетиком, извлекая этот прекрасный металлический бокемонстр. Обожаю эти шрифты, которые педантично вручную заполняются красками, трудолюбивыми женьшеньцами. По типографике, эргономике и тактильности он мне напоминает старые добрые пленочные стекляхи. Просто других масштабов. Тут у нас два кольца. Фокус и диафрагма. Светопропускаемость от f2.8 до f22 фиксируется рисками. Фокус суперплавный и тягучий. От 90 сантиметров и до плюс бесконечности. Так как у нас всего три линзы в трех группах, фокусировка происходит за счет удлинения корпуса, что может привести к эффекту пылесоса. Будет ли он засасывать пыль? Время покажет. И байонет, и передние линзы у нас завинчены металлическими крышечками. Под капотом 13-лепестковая диафрагма, позволяющая делать круглые боке даже на прикрытой дырке. Диаметр светофильтра 49 миллиметров. С обратной стороны нас ждет сюрприз. У боке монстра нет вариации с современными байонетами. Тут старый добрый маунт М42. И спрашивается... А почему он? Именно об этом думал я, когда его заказывал, но как только он попал ко мне в руки, сразу стало все понятным. Задняя линза расположена от байонета на достаточно глубоком расстоянии. Рабочий отрезок у этого объектива запредельный. На всякий случай напомню вам, если вдруг вы забыли. Рабочий отрезок — это расстояние между байонетом объектива и плоскостью, на которую объектив проецирует свет. У камеры тоже есть рабочий отрезок. Это расстояние между байонетом камеры и матрицей. Если у объектива и камеры рабочие отрезки совпадают, значит оборудование совместимо. В случае, когда у объектива рабочий отрезок больше, он должен находиться на небольшом удалении от камеры. И реализовать это можно за счет переходника. Ну а если рабочий отрезок объектива меньше, чем рабочий отрезок камеры, то вам придется вколачивать линзу с помощью молотка. Внутрь самой камеры делать я, конечно же, вам этого не рекомендую. У старых зеркалок типа Canon 5D Mark II или 6D рабочий отрезок равен 44 мм. А у M42 байонета — 45,5 мм. То есть вот такой объектив можно повесить на Canon 6D, используя переходник всего лишь шириной 1,5 мм. И все будет прекрасно работать. В целом, крепление M42 можно повесить на любую камеру с рабочим отрезком меньшим, чем 45,5 мм. А это абсолютно все современные беззеркалки. Именно поэтому нет никакого смысла использовать различные быины. Это если есть возможность использовать преимущество гигантского рабочего отрезка на самом объективе. Тем более, потенциальный рабочий отрезок данного объектива можно увеличить еще на несколько сантиметров, просто спилив... Ну, переработав, давайте так скажем. Спилив вот эту часть объектива. В моем случае для того, чтобы использовать этот объектив на беззеркальной соньке, пришлось обзавестись еще вот таким вот переходником — простым удлинительным кольцом. Там нету линз. Самое неприятное — это накручивание. Выглядит вся эта бандура немного комично, в итоге у нас получается тонкий и длинный боки-монстр. Почему боки-монстр? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно сравнить этот объектив с другим боки-монстром. К примеру, с Sigma 85mm f1.4 Art. У нее очень мягкий рисунок боке. Блики пересекаются и смешиваются друг с другом. А вот так выглядит боке HTT-артизана. Она намного более структурная, кольцевая, каждый блик локален. И, конечно, это делает фотографию более волшебной. Такой, какую для себя открыли все макрофотографы с появлением трехлинзовых бабл-объективов. Именно в таких кадрах и чувствуется вся магия простоты конструкции этого стекла. И если Мэйр Триаплан, который является первоисточником данных картинок, стоит штуку баксов на вторичке, то TT-артизан имеет ценник на порядок ниже. И это радует. Но давайте перейдем к тестам. В силу простоты оптической схемы и отсутствия всяких антибликовых и низкодисперсионных элементов, рисунок не идеально резкий. Хоть он и разрешает, сенсор в 24 Мп, края кадра немного мылятся. Хотя я не думаю, что кто-то будет снимать на этот объектив плоские сцены. Все-таки основной акцент падает на центр, в котором расположен объект съемки. Но если хочется добиться большей резкости, то она отлично проявляется, начиная с диафрагмы f5.6. И при этом, благодаря 13-лепестковой диафрагме, мы сохраняем рисунок боке. И все это вплоть до самой закрытой диафрагмы f22, на которой фон также остается заметно размытым. Минимальная дистанция фокусировки тут 90 см, что при фокусном расстоянии в 100 мм позволяет делать вполне крупные кадры малых объектов. Но если вы захотите уйти в совсем макросъемку, никто не мешает повесить макрокольца. В портретной фотографии объектив тоже показал себя неплохо. Не считая низкого контраста, особенно в контровом освещении, мы имеем адекватную цветопередачу с потрясающим центростремительным рисунком боке. Тут он своими закруглениями напоминает легендарный Гелиос 40 85 мм f1.5, а ретро-конструктив добавляет заметный софт-фильтр. Как вариант, пользователи экономят на софт-фильтрах. Можно сказать, что Тиффон тут встроенный. Единственное, при съемке портретов вы будете очень сильно зависеть от локации. Весь съемочный процесс будет сводиться к поиску пестрого бэкграунда, способного подарить как раз вот это пузырчатое буке. Ну и, как правило, точка съемки будет уходить вниз, что усложнит съемку для начинающих фотографов. Но, опять же, хочется вернуться к основной сфере, где этот объектив является максимально функциональным. Это макрофтография. Съемка природы, всяких листиков, шишечек, кошечек, всего миниатюрного. И действительно, когда он оказывается у вас в руках, вместо сисек и жоп ты начинаешь хотеть снимать цветочки и блики на листиках. Ведь они выглядят просто волшебно. Равы этих фоточек вы можете скачать у меня в телеграм-канале, ссылка в описании. И еще один забавный факт. Цветовое покрытие ТТ-Артизана шире фуллфрейма. Намного шире фуллфрейма. А это значит, что его с вами мы можем прицепить к среднему формату. У меня, к сожалению, нет переходника. Но теоретически это возможно. Я снял с Хаселя пентапризму и объектив, прислонил ТТ-Артизан, и вот так выглядит картинка на средний формат размера 6х6 см. Что думаете, стоит ли запилить ролик на тему Хаселя? Влепи лайк и напиши в комменты, если тема интересна. Подводя итог. ТТ-Артизан 100 мм F2.8 Bubble Bouquet вам просто необходим. Но только при одном условии. Если вы реально тащитесь от макросъемки. Это совершенно иной способ увидеть миниатюрные объекты. С большей художественностью, которая кроется как раз в рисунке вот этого Bubble Bouquet. Маловероятно, что вы его будете использовать повсеместно в портретных фотографиях. Либо в съемке Travel вообще где-либо, кроме вот этих вот маленьких объектов. Они выглядят реально очень красиво. Вряд ли вы его будете использовать в серьезных продакшенах. Хотя некоторые кампейны каких-то объектов именно предметной фотографии я представляю. Мне безумно нравится у него рисунок Bouquet. Ну, конечно, резкость, разрешающая способность. Это все очень-очень сильно устарело. Тупо из-за несовершенства оптической системы. Вот если бы вдруг появился такой объектив с таким рисунком Bouquet, но с резкостью и контрастом, и частотой цвета, к примеру, современных Sigma, вот это был бы имбовый объектив. На данный момент 100 мм f2.8 заслуживает внимание только как второстепенный, дополнительный, творческий объектив на попробовать. Стоит при этом он очень недорого. Моя оценка объектива 6 Nikon из 10. Ну, а что вы думаете по поводу этого стекла? Обязательно напишите в комментарии, хотели бы на него пофотографировать. Также поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал. Мне будет очень-очень-очень приятно. И до новых встреч. Скоро увидимся. У меня еще несколько объективов есть на обзоры. В общем, будет интересно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok